ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Какие, говорит, противоречия с Библией вы видите в учении сознания Кришны? Назовите их, а то ваше обвинение против них как бы голословно. Ой-ой-ой, тут мне пришлось перед полицией отвечать. Это было интересно. Я перепечатал статью митрополита, кажется, Михаила, митрополита, или Владимира Санкт-Петербургского, дореволюционного. Ну и поместил это где-то, я не знаю, в выступлении или в книгах моих где-то. Короче, я засчитал, ролик выставил, ролик. Скажи, ты там какой-то буддист или кришнаид пожаловался в каком-то городе там Самаре, сюда приехали на дом ко мне, я давал отчёт, потом отдельно ходил в полицию. Я говорю, вы чё? А так вы как считаете? Считаю от сатаны это учение, чисто сатанинское учение. Ну вот говорили там, это такое, там начинают экстремистское. Я говорю, статья, это статья. Какая статья? Так я называю вот год, страница, журнал. Какая моя вина в этом-то? Никто не считал, даже царской России не считал так. Ну и отстали от меня. Так, ну давай, послушаем. Я по Слову Божию хочу сказать. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 2 стих. Духа Божия и Духа заблуждения, узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это Дух Антихристов, о котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. Не просто исповедует Иисуса Христа, родившегося, пришедшего. То есть Он был где-то и пришел. Он от начала сущей. Пришедшего. Главное слово здесь. Откровение 2, 24. Вам же и прочим, находящимся в Феотерии, которые не держат всему учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывают, что не наложу на вас ни иного бремени. Вот согласно этих мест Писания, Святой Библии, сознание Кришни переводится с черного, то есть от дьявола, и есть Дух Антихриста. Это мои ответы. Ответы такие по-другому никогда и не были. Это у нас Писание об этом говорит. А у них что есть от Писания? А ничего и нету. И мне не надо это знать. Вот сегодня я с одним мусульманином говорил, и он по-хорошему. Я говорю, у нас есть чин, как вычитывает священник, спрашивает мусульманина, принимающего православную веру. А что, разве есть такие? Конечно, у нас крестился в прошлом году. Был нынче, может быть, будут. Я ему стал считать. Он нормальный. Так он как взбесился. Как он начал кричать? Он ничего не слышит. Я говорю, да вы один раз выслушайте, чтобы узнать. Это в каждом храме считается. Речь идет о сотнях тысяч, которые пришли. Раньше-то было-то. Ну, возьми вот в Санкт-Петербурге. Сколько там этих зданий, которые, когда Казань, видно, завоевали, а они там богатые. Они приняли их в православие, и все. И они приняли, сделали, утвердили за ними все их богатства. А остальное там все, видимо, государство изъяло в свою казну. Так что нам нужно знать Писание. Я ему начал читать это. Там отречение, о том, о лжи. Он не слышит. Я говорю, ну маленько, подождите, никаких. Он кричал, кричал. Я говорю, вот и бест-то и вылез. Я ему отвечаю, что ж тебе так? Ну ты мне сейчас скажи, принимает из христианства вас? Бывает, мусульманство принимают? Бывает. Ну какой у вас чин принять это? Ну, прочитай. Он не слышит, совершенно сбился с монталыку. Как говорится, с катушек съехал. И у меня ролик уже сегодня, я его выставил. Так что вы сами себя позорите. Ну, допустим, вы принимаете и говорите, что Иисус не воскрес, а только то другое. Я тебе буду еще кричать-то. Это ваши труды, а у нас свои труды. Я считаю так, как есть. Ой-ой-ой. А сами ничего не знают. Ну вот так, ответ один простой. Мне ничего не надо знать. А вот Кришна, кто такой Кришна? И вот там один был такой Руслан, звать его. Это мы можем посмотреть. Город Тура. За Енисейском, севернее. И там служил в моем доме, он обратился, двоюродный племянник Суслова, главного идеолога Советского Союза, Яковлев Геннадий Михайлович. Он принял сам священнический ромонах Григорий. И он с этим, с Русланом-то беседовал. А ему Кришна сказал, принеси его в жертву, этого попа. А он, когда у меня здесь был, это Геннадий-то еще был Михайлович, а потом Григорием стал. Ну и он такой упорный, комсомолец когда-то был. И на меня, я говорю, ты никогда дверь не открывай, окна зашторены должны быть, и все. Чего вы все боитесь-то? Одна душа. Одна. Вот мне я на втором этаже тут жил, где, ну там, на Никитиной. И в это время звонят. Солнце светит ярко. Я спустился. Кто? Это я там, а кто вы? Ну я тут торгую, я соседка, тут ваша жена была, там что-то наговаривает. Ну что вы боитесь-то? Я одна. Я один. Я что буду открывать-то? Вышел, в окно посмотрел с другой стороны, а там два мужика крепкие стоят около нее. И что бы я делал? И он так постучал, и он ему открыл в три часа ночи. А он электрод натащил, он сразу ударил прямо в горло его. А потом его, значит, он упал, и он пирочным ножиком стал отрезать ему голову. Голову отрезал, зашел в алтарь, и вокруг престола обошел, и на престол бросил. Ну там сочувствие выражал патриарх Алексей Второй. Али много написал отец Геннадий Фаст, зигзаг молнии, такой вот называется. И все. И его признали невменяемым, что ли? Он отсидел, сколько-то вышел. Вышел и где-то будто бы пошел. Ну тут я не знаю, это пишут так. И нашли его одежду. Дескать, он шел один, никого не боялся, но все-таки напоролся на медведя, и медведь его сожрал. А теперь говорят, а он не числился ни в одной кришнаистской организации. Ну что не числился, когда Кришна ему велел-то? Ну он не официальный кришнаит, доморощенный. Но Кришна ему повелел-то, ни Аллах, ни кто. И он убил его. Так что, от кого это? Всякое убийство, он и лжец, и отец лжи. Это писали об этом много, и говорили. Так что, нам рот не надо закрывать. Это моя вера, и так говорит. Они не исповедуют Христа, пришедшего во плоти. Это дух антихриста. Антихрист, это сатана, анти, против Христа. Вот и все. Их учения я разбирать никогда не буду. Зачем оно мне нужно? Я знаю признаки, по которым легко определить. Вот два стиха. И в них входит все остальное, какие бы учения не были. Вот интересно. В Писании сказано, Лука 1, 13. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наличешь ему имя Иоанн. То есть, ангел ему сказал, не бойся, он его испугался, получается. Неужели святые, будучи соблазненной сатаной, не знали прежде, как отличить явление бесовское от ангельского? Не знали. И в новом завете не знаем. Мы считаем, считаем жития святых Симеона Столбника за 1 сентября по старому стилю. Исаакия Печерского, там другие, встречаем, Антония была у Макария, никак, нельзя было, но находили они способ. И он, Исаакий, почти поклонился, а там куриные ножки. А бесы хоть заходили, напускали благовония, а там было такое одномоние. Научили его ветхий завет проповедовать, а нового завета он в руки не брал-то. Ну, монахи-то увидели, что еще это неладное дело-то. Ну и пришли к нему, стали считать молитвы, из него бес вышел, а он, оказывается, и считать не умеет. А бес говорит, ты не молись, я за тебя молиться буду, а ты только проповедуй. Вот такой подход. Это я не знаю, сколько тут написано, переписано, я много считал на эту тему. Мы, как сами-то, не всегда бодрствуем. Если бы дисциплина была такая религиозная, проснулся, а чего, что видел, мгновенно охватить, а это требуется. Апостол Петр в Первом Послании 5.8 пишет, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий левый, ища кого поглотить. Вот я спрашиваю людей, вы знаете, как через дорогу переходить? А у меня свои правила. Через дорогу переходить обязательно друг друга держать за руки, не под руки, чтобы не вплотнуть друг к другу, и ноги запутаются. И в четыре глаза смотреть. Есть люди, которые я с ними иду, когда они не любят за руку брать, чтобы их. Я с ними ходить не буду. У тебя свои правила, у меня свои. Я один перейду, я все внимание. Смотри на светофор, не довяжься светофору. Бывает, что светофор несется на красный свет. Поверни голову вправо. Я считал, на одном острове было столкновение пожарное, столкнулось со скорой помощью. Ну, это бывает такое. Но все дело, что на всем острове было как раз-таки две машины. И они нашли друг друга. Вот так. И теперь идет уже речь о сотнях тысяч задавленных на дорогах-то. Из-за того, что они правильно переходили. Вот так. я даю когда совет человеку, и он не слушает. Ну, это твое дело-то. И девушка у нас побежала одна и прямо под машину. Ну, ее сшибло. Видимо, на гору машина-то шла. Как она попала? Умница такая. И попала под машину. Ну, ногу там переломила. Обязательно нужно остановиться. Перед дорогой взяться за руки. Не под руки. Повторяю это. Вот. И вслух считать молитву в это время. Через дорогу, когда переходишь в Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну, и в четыре глаза смотреть влево-вправо. На зеленый свет, чтобы было. По зебре идти точно. Вот так Иоанн Затаус, которого ни разу дьявол не мог обмануть. И он дает маленькие рецепты. Хотя бы тебе явился ангел, ты не верь. Рассужай в себе так, что ты не достоин этого явления. Сотвори крестное знамение и обратись к святым иконам. И никому нигде не открывай двери, не убедившись на сто процентов, что там нет чужих. Вот так. Как только у меня правило такое, солнце коснулось горизонта, я к себе никого не пускаю. Как бы он не обижался-то. Ну, исключение бывает, но так очень-очень редко так. И вот это правило, не доверяя чужим, я сохраняю прещение любой литературы, даже канона Вселенских соборов святых отцов, и даже златоуста, то есть сверяю все с Библией. А если у меня кто-то остановился здесь, то я не позволю ему уходить, пока утро не наступит, если он остался у меня после... А сейчас узнаю. Вот такое правило. И вот у меня человек заходит, сидит, я говорю, ты иди домой. Да я успею. Солнце закатилось. Я говорю, Алеша, не ходи. Все. Да я пойду тут вот это, за каулками идти, тут до Масла... Комбината я дойду, а там это... На следующий день его нету. Потом приходит и говорит, как я жалею, что от вас пошел. Я говорю, а у меня трое остановили, с ножами, раздели. Ну, взяли яблоко, у меня только яблоко, яблоком в двери там ударили, все полетело. А он и конописис. Я говорю, почему же ты не послушался? У тебя правил нет, а у меня везде правила. Я жил, как рядом, железная дорога, и... которые... пассажирские, они идут туда дальше. Идут прямо... Я около вокзала жил, а я живу, где идут только грузовые. А грузовые, две линии, тоже надо останавливаться. И светопор. И останавливаться прямо напротив моей квартиры. А идти далеко, обходить он встанет, и у вас состав-то бывает там 60 вагонов. У меня правило такое. Первое. Никогда под поезд не лазить. Второе. Ты жди, когда он уйдет. Нет. Найди, где переходная площадка бывает у вагонов. Нет. Обойди его спереди, у нас перед ближе, или сзади. Если я узнаю, что ты подлазил, ко мне вход больше запрещен будет. Я каждому выслал свидетельство такое. У меня книжечки маленькие были. И я выписал. И вот у нас тут рядом соседка была, такая толстая. И... Ну, толстая, неповоротливая, поезд стоял. Но она с нами не имела отношения никакого. И она полезла. Так ее ходили, собирали лопатой. ее замотала через эту-то, и кусками рвала, рвала, пока все не изорвало, и все. Я сколько жил, ни один человек, ни два. У меня соседка была. Я не знаю, сама она бросилась или нет. Тут Костенко фамилия, Катерина. Я иду, а у нее голова отрезанная. Лежит, а язык длинный такой, галька налипла. Вот я встал и смотрю на нее. Если бы сейчас вот голова приложилась на место, и она бы сплюнула гальку и пошла. А ты удивился бы? Нет, не удивился. Я верю в это. Верю. Другая, мастер, хорошая такая женщина, полезла, ей ногу оттяпала выше колена. И теперь на одной ноге она всю жизнь скачет. То есть, везде должны быть правило. Свет не зажигай в комнате, пока все шторки не закроешь. Была такая же дорожная газета Гудок. И там была статья Упырь. Это где-то на Украине, тогда Советский Союз был. Целое семейство убитых людей. И ничего не могут сделать. Вызвали воинские части. И, наконец, его поймали. А его спрашивают, а как вы узнавали? Он его убивал кирпичом. Постель размажил голову хозяину, а потом с остальными расправлялся, еще надо сбирал и уходил. Он говорит, я проходил мимо, шторки открыты, я вижу, сколько людей, кто у них есть, там все. Видишь как? Правила должны быть абсолютно точные. Я к одной пришел, а она, ну, дочка нашей сестры, она переодевалась, и шторка не закрыта. Я говорю, а что ж ты шторки-то не раскрыл? Да там никого нет, там проход на другой дом, там никого нет. Я вышел, а там парни здоровые стоят и смотрят в окно. Ты правила имей, тебе не надо. Один раз шторки закрыла у меня жена, а рядом это, ну, водонапорная стоит, колонка. Да, окна застыли, там не видать. Я говорю, ты свет-то потуши, шторку открыл, а как растаяло, льда нету, и люди набирают воду и смотрят в окно. Тщательно закрой. Тщательно. Шторка одна должна быть, ну, не до самого верху, и вторая, на две шторки, не на одну, а днем такая, которая тюль, ну, такая же, из которой свет попадает. Вот так. Так и здесь. Ты узнал, какие правила? Как узнается? Узнается как? Болитвой. А всегда узнается? Нет, не узнается. И поэтому Иоанн Затавус говорит, даже ангел явится, не поверишь, тебя не осудит Господь за это. Не осудит. А ангел подходит, а я Господь, это демон, ангел тоже. А он поклонись, он говорит, а чего кланяется? Я кланяюсь всегда, когда надо, и так кланяюсь. Он побуждает к поклонению. Это было с Исаакием. Исааки. Ему пришли утром, по благословию очи, а его нету. Тогда разломали, когда он лежит полумертвый. Так он целый год не ел. Ему ложку в руки заложат, он не знает, что дальше ей делать. Все отнял. Они играли, как бадминтон, друг другу перекидывали. Исааки наш, Исааки наш. И все. Но я насчитываю, жития святых, а дальше написано, и когда он выздоровел, и дальше написано, Исааки больше не хотел идти в одиночную камеру, так себе. Вот меня смех разобрал. А жена говорит, ты считаешь пробедствов, ты к тебе подошел, считаешь житья и смеешься. А я не могу удержаться, мне смешно на него. И вдруг в окно, в раму, ба-ба-ба-бах, вот так вот, как загрохотало, вот так. А окно одно только, окно, комната 12,8 квадратных метра. Зима. Ну, кто может быть, я бросил считать. Кто, мы двое? Не спим еще рано, ну, на улице уже темно. Я постоял, постоял, перекрестился, давай выйдем на улицу. Помолились, вышли. Передо мной сугроб снега, и сколько ни глядел, нигде следа нету. И это стук записался, магнитофон-то у меня записывал. Вот, пожалуйста. То есть, ему не нравится, когда мы его где-то узнаем. Нам не безызвестны его умыслы. И поэтому, бесовское, оно оставляет страх. И он никогда ангел, этот бесангел, бесовский ангел, не говорит, что не бойся. Ангел говорит, не бойся. Он успокаивает. А демон не успокаивает. Он страх больше и больше нагоняет. Из него истощается, привиды страха. Так, дальше. Ну и все по этой теме. Все понятно. Идет запись. А вот в апостолах написано, Колимфиум 6.15, какое согласие между Христом и Валериалом, или какое соучастие верного с неверным. Вильяр, это кто такой? Ну, Вильяр, это истукана, люди понимают. Это еврейское слово-то. Оно обозначает зло, безбожие. Первая книга Сарс 25.17, так и Усудий 19.22. А иногда этим словом обозначается смерть и погибель, а иногда нечестивый. У Псалмопевца Давида Псалом 17.5 стих. И в Святой Библии еще на ум упоминает 1.15. Апостол Павел Вильяр называет дьявола. Второе Коринстом 6.15. Это я не сам, это я взял из небеского словаря Эрика Ньюстрима. Вот так. Истукан на дьявол. Да, это дьявол так называют истукана. Тут нету разницы никакой нету. Иногда вот означают там смерть, зло и прочее. Слово смерть, это когда дьявол и зло, это одно и то же слово. Эвол, даже по-английски. И Лев Толстой брал то, что зло, а дьявола как личность, он не признавал. И вот это опять же, который раз я говорю, посмотрите, все ролик называется интервью с дьяволом. Интервью с дьяволом. Вот даже забываешь, что это говорит какой-то артист. Да. Ну, видел, да? Это ужасно. И он говорит об этом, какие люди, как соблазняются, на что мы, все, все. Вот я из других книг, вот лучше, чем печаль сатаны, почему-то брокеру стали приписывать, и не печаль сатана, скорбь сатаны называется. А у меня книга была, перевод Марии, это, кто там, книгини Кропоткиной. Вот так. Вот тогда на сегодня последний вопрос задам. Давай. Вот женщина в молодости выражила, занималась приговорками, сглазами, гадала и так далее. Сейчас эта женщина болеет два года, полностью парализована, развилась дистрофия, почти ничего не понимает, ну, живой труп, можно сказать. можно пригласить к ней священника, и связана ли болезнь ее с делами, указанными выше? О, на эти вопросы я ответить не могу конкретному человеку. Вообще, я знаю, и пригласить можно, и что она выражила, это надо конкретно расспрашивать тех, которые рядом с нею. Но будет ли толк из этого-то? Ну, я могу сказать к священнику, вот священник пришел, или зовут его, я бы ему подсунул, Иеремия 6.14, врачует раны народа моего, легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет. Иеремия 8.11, и врачует раны дочери моего, легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет. Вторично повторяет. Вот я когда в армии был, а по профессии я техник-строитель гражданских промышленных зданий-то, и один год полностью находился на должности техника-смотрителя воинских зданий, инспектировал состояние строения ракетных частей Дальнего Востока, то есть определял там годность, иногда просто ставишь крест, то есть здание уничтожается, и похлеще, чем от прямого попадания снаряда. Я выхожу, с соседним жителем говорю, здание-то списывается, к утру его там не будет уже, все. А там леса нет нигде, все растащат. В течение одной ночи до фундамента. Вот. Вот так наше тело, хижина, мы назовем ее, избушка для души. И она несет ответственность за все прежде бывшее. Но сказать-то, что именно вот за такие наказан человек-то, говорит так, как говорили друзья Иова, обвиняли-то его. Мы не имеем права, можем очень сильно ошибиться, на сто процентов. от подписания приговора, от утверждения причины болезни, руки прочь. Не знаю. А вот за это ему, это еще цветочки, еще ягоды будут. Не знаю. Ни об одном человеке сказать не могу. Но вот то, что он кашляет, курил, ну, явно дело, рак легких. Там большой палец, ноги заболел, оттяпали ногу. Опять курит, опять Яшин, вратарь, лучший вратарь. Это Жданов, говорит Владимир Георгиевич, профессор. Вот, я знал такое, одну женщину, я говорил, что она плакала даже. Она руки поднимала кверху, падала на пол, говорила, пощади, я снова вижу дьявола, когда к ней приходили полечиться. Вот, потому что дьявол не оставляет меня. А обычно, когда люди этим целительством-то занимаются, они очень упорны, не раскаяны. Они как бы проданы сатане. И обязательно, если умирает, кому-то должны передать, за руку держать и передать этот дар. И тогда вступает в силу все это. Вот, я считал про одного старца, он был на тайной исповеди, я многому умалчивал, а который исповедовал, там, старый, химонах там, и он его добивал. Он утром начал исповедь и закончил глубокой ночью. Одного. Вот, по всей вероятности, как я думаю, это все же духоносный муж был. У батюшки был глубокий дар прозрения, знание писания, что является очень редким фактором у православных священников. Он заставлял этого деда, умолял, его упрашивал припоминать все и всех, кого он лечил, чтобы найти, что он говорил, все записывал, и выдавлял из него, экстрасенсов-то, скрываемые им слова, добавки. И когда тот произносил шепотом во время сеансов-то, еще одно слово, которое никто не слышал, и там вместо Христа ставил сатана. И он на есть, по-де-говорил, как превращивание отче наш, я считал, Богородица, Дева, радуйся. А священник держал за руку и упрашивал припомнить тайны эти слова и говорил, ты уже такой старый, тебе столько лет, ты внезапно можешь умереть. Это было не только исповедь, это блокада ожесточенного, запершегося врага. Это священник, написано, гладил руку его, смотрел в глаза и плакал. И, наконец, старец внезапно, он как будто очнулся, упал на колени и стал произносить никем и никогда не слышанные от него слова. Батюшка стал расшифровывать ему, что они означают-то. И вот тогда стала такая картина разворачиваться, страшная, когда все молитвы переворачивались с ног на голову. А вот сегодня, допустим, священника вызывают, а он 30 лет нету, окончил семинарию, с короговоркой что-то пробормочит, пробормочит разрешительную молитву, принимает глухую исповедь от ведьмы, повторяет ей несколько раз, раскрой рот, раскрой рот, чтобы его зафиксировать, чтобы и причастие. Это все. Я скажу, что это везде такое, почти всегда. Поэтому думать об исходе из этой жизни нужно заранее. А не надеяться, что произойдет какое-то чудо, что у тебя Бог при смерти приведет исповедоваться у такого-то хорошего монаха, не знаю. А вот что значит болезнь, страдание в этой жизни надо еще понять. Если назначено болеть 100 лет, то уже через один день страдания будут на один день меньше. И со временем это все кончится. Серафим Савровский говорит, что если бы вот эта вся комната была наполнена червями, а ты сидел посреди них и каждый из них прогрызал тебя во всех направлениях, червяча до моего. Ты тогда, говорит, стоило все это перенести, ну хотя бы недолго, лет сто, пусть грызут, для нескончаемого царства небесного. Видите, как они реально все это представляли. Я считал такой рассказ, один болел, парализованный, да лучше в аду бы сидел, чем здесь. Болею, смерти нет. И вдруг ангел явился, ты зачем ропщишь. Ты же не знаешь, как погодуть. Все равно не так, как здесь. Все кипит, внутренность горит огнем. Он говорит, хорошо, давай договоримся так. Я тебя на год отвезу ват. Он говорит, зато за один год я отмущаюсь и все. Но он его отнес, ват опустил. И вот он мучается год, два, три, десять, сто лет и понял. Ангел забыл про него. И говорит, эх, и у Бога такие же забывшие, как на земле. И вдруг преисподне осветилось светом. Ангел предстал и говорит, неразумный, зачем ты споришь? Прошел только один час. То есть, другое измерение. Я недавно смотрел ролик, один танкист, и он говорит, видно, ну, думаю, чего уж он может сказать. А он говорит, спотыкается, но когда начал говорить, какой университет кончил, какие там разные физические свойства знают. И он говорит, время иногда останавливается, замедляет ход, а иногда ускоряет. И вот говорит, когда обычно танк наш зажгут немцы-то, а мы скорее выпрыгнем, он начинает долбить вокруг. Танк можно за день найти, а коллектив составит четыре человека в танке, это надо год готовить. И поэтому я гляжу, говорит, время для меня, я гляжу, снаряд летит. Я вижу, он летит медленно-медленно, я вижу. И он падает возле меня, говорит, в землю-то, я вижу, как он раскрывается у него внутренность, я вижу, что внутри, какая полоска, я все вижу. Я, говорит, успеваю передвинуться, и он взорвался рядом, но эти осколки меня не задели. Но это же тысяча доли секунды, он не мог видеть. Я, говорит, видел, видел, как он погружается в землю носом, как у него раскрывается сердцевина, как он взрывается, время останавливается. Я ему поверил. Бывает такое. Это по житиям вот этим. Но вот так. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова